Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео я представлю вам отзыв и обзор книги «Братьев Стругацких. Гадкие лебеди». Так получилось, что Стругацких я читаю с подросткового возраста. И первой книгой, которую я прочитал этих авторов, это была книга «Град обречённый». Я прочитал её ещё в первый раз в 1999 году. То есть уже более 20 лет назад. Возможно, когда-то я сделаю обзор на эту книгу уже с понимания прожитых лет, о чём эта книга. Поскольку, когда я читал её в первый раз, а тогда я только закончил школу, мне было тяжело понять, о чём эта книга. Однако, несмотря на то, что с тех пор я прочитал много книг «Братьев Стругацких», в том числе из серии «Полдень, 22 век», «Понедень начинается в субботу», «Сталкер» и «Сталкер» — это пикник на обочине. Это я по фильму сказал. Вот с этой книгой я познакомился позднее всего. «Гадкие лебеди». О чём эта книга? Эта книга о том, что есть город, в котором всегда идёт дождь. И в этом городе есть закрытое сообщество. Закрытое сообщество, которое, ну, как показывают в городе, они захватили усадьбу, которая обнесена забором, поставили там ворота, чтобы пускать туда только тех, кто хочет туда попасть. Опускают туда в основном детей. И эти дети, они начинают понимать мир по-другому. Сейчас я коротко зачитаю аннотацию. В одной неназванной европейской стране, в провинциальном городке, где идёт бесконечный дождь и живут хмурые, равнодушные люди, писатель Виктор Банев наблюдает за таинственными силами, постепенно меняющими здешнюю атмосферу и незаметно влияющими на моральный облик горожан. Интеллектуалы-мутанты, называемые мокрецами, которых правительство пытается держать под контролем, воспитывает детей города, делая из них вундеркиндов. В итоге именно дети выносят приговор лживому миру взрослых, покидая город. Они покидают его именно в эту усадьбу, если верить тому, что написано в книге. Книга строится по такому принципу. Вначале показывается жизнь вот этих взрослых, Виктора Банева, как они ходят по барам, устраивают эти запои бесконечные, потом валяются с похмелья. И с другой стороны, он начинает вот это расследование своё журналистское, чтобы понять, кто такие мокрецы и почему они, собственно, захватили власть над умами детей. И он приходит в эту усадьбу. Он хочет через свои романы, которые он пишет, ну, помимо того, что он пишет журналистские заметки какие-то, он как писатель, он хочет поговорить с этими детьми. Они начинают ему задавать вопросы, неудобные вопросы, на которые у Виктора Банева ответа нет. И он понимает, что, и читатели вместе с ним, понимают, что вот эти дети, которые под влиянием мокрецов ушли из города, они стоят на более высокой ступени развития, чем люди этого города. Они задают те вопросы, которые эти люди друг другу и самим себе не задают. И люди, которые живут в городе, кроме Виктора Банева, другие люди, они боятся этих детей и этих мокрецов. И дочь Виктора Банева также уходит в эту, ну, назову ее таким словом, как коммуна. И события вот этой книги, они крутятся вокруг того, что даже можно сказать так, что основная мысль книги в том, что когда курица цыпленку говорит, делай вот так, и показывает, как клевать зерно, то курица поступает правильно. Когда ласточка говорит своему птенцу, повторяй за мной, и показывает, как махать крылом, она делает правильно. А когда человек говорит своему ребенку, думай, как я, то это уже преступление. То есть заставлять другого человека думать, как ты, это преступление. по убеждению вот этих детей, которые случатся макрецы. На мой взгляд, это основная мысль этой книги. И эта же мысль, эта же мысль прослеживается в книге «Обитаемый остров», когда Максим Камерер прибывает на планету Саракш, он там оказывается, потому что его корабль потерпел, космический корабль потерпел поломку и рухнул на эту планету. И он там оказывается волей-неволей. И там состоится такой же разговор, что когда он общается с местными жителями и начинает настаивать на своем видении мира, то местные жители говорят ему, что ты, Максим, предложил нам свою идею, мы от нее отказались, а ты продолжаешь на этом настаивать. Но так вот мы считаем, что ты совершаешь тогда бенасилие. То есть вот эта вот мысль о том, что продвигая свои мысли, давать другим людям возможность отказаться от того, чтобы думать так же. Спасибо за внимание. Я закончил обзор книги братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.